Организация питания учащихся является очень важным и серьезным процессом. Школьники, которые тратят много времени и сил на занятия, нуждаются в своевременном приеме пищи. Рационально организованное питание не только позволяет компенсировать энергозатраты детского организма, но и содействует его росту и развитию. Школьное питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. В учреждениях начального и среднего профессионального образования, за соблюдениями которых следит Роспотребнадзор. 26 ноября наша сумочная группа посетила СОЖ-3 «Алоэ Гирухай», которая носит имя первого президента Республики Адыгея Аслана Джаримова. С начала учебного года во всех общеобразовательных учреждениях возле входа дежурят медработники и сотрудники школы, которые измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. На сегодняшний день в школе обучается 169 учащихся. Все они охвачены горячим питанием. Питанием охвачены все учащиеся, кроме двух-трех, которые по медицинским показаниям не могут кушать в шкурной столовой. По питанию начальные классы все у нас могут кушать одновременно в 9.45. Остальные все учащиеся, оставшиеся, их всего 90, они кушают в 11.10. Директор школы Саида Хасанова отметила, что меню у начальных и старших классов немного разные. У нас в школе два меню. Это меню для начальных классов и меню для учащихся 5-11 классов. Там немножечко отличается, потому что цена разнится. Но это считается завтрак, горячий завтрак. Один раз все дети в школе кушают. Нужно сказать, что существует отдельная категория детей, нуждающихся в особом подходе. Да, есть у нас льготная категория детей, которые кушают за счет муниципального бюджета. Это дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети-сироты, и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они все кушают у нас бесплатно. Льготное питание, которое оплачивает муниципалитет. В столовой сколько человек у вас работают? Три человека. Это у нас два повара и один кухрабочий. Из 106 и 9 учащихся, 74 – это ученики начальных классов. С 1 сентября этого года они питаются бесплатно. В начальных классах у нас обучается 74 учащихся, и все они кушают бесплатно за счет федерального бюджета. С этого года, с 1 сентября 2020 года. Пандемия коронавируса никак не повлияла на организацию питания школьников. Проблем с поставками нет. В плане питания нет никаких проблем. Поставщик нам добросовестно поставляет все вовремя. Никаких перебоев с продуктами у нас нет. Несомненно, что у всех детей вкусы разные. Но тем не менее, то, что приготовлено в школьной столовой, им нравится. Тебе нравится как вас кормят? Да, очень нравится. А что тебе больше всего нравится? Ну, по-разному бывает. Иногда, ну, котлеты мне нравятся очень. Вкусно все? Да, очень вкусно. Жамал, в каком классе ты учишься? В четвертом. Тебе нравится как вас кормят? Да. Назови свои любимые блюда. Пюре и котлеты. Белла, в какой классе ты учишься? В четвертом. Тебе нравится как вас кормят? Да. А что тебе больше всего нравится? Макароны, котлеты, нравится больше всего. Мы и дальше продолжим вас информировать о питании детей в образовательных учреждениях. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района. Новости Кашхабского района.